Добрый вечер всем! Меня зовут Ярослав Комков, и тема моего выступления — это такая довольно отвлеченная философская «Почему киберспорт круче спорта?». Это суперспорное утверждение для меня в первую очередь, потому что всю свою жизнь я был диким фанатом настоящего, традиционного, понятного всем нам спорта. Это Андрей Шевченко. Многие из вас его знают, на нем футболка футбольного клуба «Милан» с номером 7, которая у меня была, когда мне было лет 13, наверное, и с этим связано одно из сильнейших моих переживаний с настоящим традиционным спортом. Это октябрь 1999 года. Андрей Шевченко забивает гол за Шиворот Филимонову, и я, 13-летний пацан, рыдаю от того, что мы не попали на чемпионат Европы в Бельгию и Голландию. Очень большая драма, которая вот прям так и работает. Андрей Шевченко – это один из самых известных, популярных и титулованных футболистов из всего бывшего СССР. Он игрок киевского «Динамо», может быть, кто-то из вас помнит прекрасные матчи с «Реалом», прекрасные матчи с «Барселоной», которые он разматывал вместе с Сергеем Ребровым, Александром Шавковским под руководством Лобановского. И в тот момент Андрей Шевченко, чья майка у меня была, был одним из самых любимых и уважаемых игроков. Пацаны мечтали быть как Шевченко. То есть самый кайф был для тебя, как ребенка, когда тебе орут на футбольном поле и Шевченко, а не Ярослав. Не то, что Ярослав – плохое имя, а просто Шевченко намного приятнее тебя ассоциирует с ним. И я помню, сколько людей знало, кто такой Андрей, знали, следили за его выступлением. Это было в газетах, интернет в моем родном Саранске появился только в прошлом году. И сейчас Андрей Шевченко больше не является одним из ключевых фигур и кумиром и примером для молодежи. Спойлеры. Сейчас есть такой замечательный молодой человек. Его зовут Александр Костылев, и в миру он известен киберспортивным как «Симпл». Это лучший в мире игрок Counter-Strike. Это топ-1 рейтинга очень уважаемого в киберспорте HLTV.org, это премия, это MVP на тех турнирах, даже где его команда проигрывает иногда. Он настолько в этом хорош, насколько Шевченко был хорош в футболе. И прямо сейчас, если вы когда-то играете в КС, вы в каждой второй игре увидите парня против вас, который играет, ну или намного хуже ситуация, когда он за вас играет, у которого в никнейме будет написано «Симпл». Это никнейм этого парня. Он является для них ролевой моделью, такой, какой для меня являлся Шевченко в мои 13 лет. Они смотрят за тем, что он делает, они следят за его социальными сетями, они смотрят хайлайты с его игрой, они ориентируются на те вещи, которые он носит, те скины в игре, которые он покупает. То есть для них это действительно полноценная ролевая модель, ровно такая же, какой для меня был тот самый Андрей Шевченко. Это еще не отвечает на вопрос, почему киберспорт круче, чем спорт. Но мы продолжим. Этот офигенный здоровый мужик, это Леброн Джеймс, один из самых великих баскетболистов в истории NBA и здесь он на пике своей карьеры. Он только что выиграл чемпионский титул для своего родного города, для своего родного штата Огайо, первый за 56, если не ошибаюсь, лет. Он принес титул в город, которому он пообещал этот титул. Он приехал из Майами, куда он ушел с огромным скандалом. Когда жгли его майки, он вернулся обратно в Клинлин и сказал, Клинлин, я принесу вам чемпионство. И сделал это. Сделал он в офигительно эпичном стиле. Он вынес одну из величайших команд в истории NBA, Golden State Warriors, которые установили рекорд регулярного чемпионата по победам. Они закончили его со счетом 73-9. Он камбэкнул в финале со счета 3-1. То есть он проиграл три матча, выиграл один и впервые в истории финалов NBA он одержал эту победу, став единственным человеком в обеих командах, который был лидером по всем пяти основным статистическим показателям. И это второе мое сильное впечатление от спорта после гола Андрея Шевченко. Только это позитивно. Я большой фанат Леберона Джеймса. И здесь он после этого проорет там ставшую легендарную уже фразу «Кливленд, this is for you». Потому что это действительно он сделал для него. После этого он стал уважаемым спортсменом. Сейчас он уже играет в Лейкерс. Он открыл большую школу в своем родном городе Акроне, который находится рядом с Кливлендом. И здесь он на своем пике. И действительно это один из самых величайших моментов в истории спорта, который я лично наблюдал. Этот момент, который... Вот момент с Лебероном, который я вам показал, он был в 2016 году. А это прошлый год. Ванкувер. Роджерс-арена. Храм настоящей в Ванкувере хоккея, где играет Ванкувер Кеннекс. Там, где во всем стадионе развешанные фотографии Паула Буре, который легенда местного клуба. Один из самых известных хоккеистов в истории. Прирожденный бомбардир, снайпер и русская ракета. Наша команда Винстрайк только что обыграла чемпионов мира 2014 года китайскую команду Ньюби в матче на выживание на крупнейшем событии в мире киберспорта. Чемпионате мира по Дота 2 с призом фонов в 25 миллионов долларов. Это был вот второй раз после гола Шиченка, когда я по-настоящему плакал. Ну то есть вы не представляете уровень напряжения, когда твоя команда сидит и бьется за выживание на таком турнире, который смотрит там миллионы и миллионы людей по всему миру. И для меня в этот момент киберспорт стал чуть больше чем спорт. Это Лестер. Вы наверное знаете эту прекрасную сказочную историю, как команда аутсайдер, на которую никто не ставил никаких денег. В котировках букмекеров они были лузерами похлеще, чем придумайте любого лузера. И в какой-то момент сезон английского футбольной первой лиги стал существовать по принципу, а сколько получат деньги люди, которые поставили на эту команду до начала чемпионата. Я прекрасно помню это обсуждение, расчеты коэффициентов. Букмекеры предлагали выдать им, знаете, они уже в декабре предлагали людям выплатить деньги, которые они поставили на победу, чтобы просто не выплачивать максимальную сумму, которую они могли бы получить. Это очень вдохновляющая и трогательная история, которая вот действительно для всех фанатов спорта. Это такой пример в мире больших денег. Ребята вынесли Ливерпуль, Манчестер Сити с деньгами шейхов, Манчестер Юнайтед, Челси с деньгами Романа Аркадьевича Абрамовича и даже Тоттенхэм. А вот это история из киберспорта, которая очень похожа на историю замечательного футбольного клуба Лестер. Это команда OG, чемпионы того самого Интернешнл, с которым мы в итоге вылетели, несмотря на все эмоции, которые мы пережили. Это команда, которая ровно также перед чемпионатом мира воспринималась как просто топовый аутсайдер. В прогнозах ее никто не ставил выше 13-го места. Они поменяли двух ключевых игроков прямо перед самым началом турнира. Их парень, который стоит справа, этот прекрасный Анна, он не играл ни одного официального матча на турнире до этого момента вживую. И эти парни, мы наблюдали весь их путь на всем турнире, они просто из такого трэша выбирались, они прошли самый долгий путь в истории турнира. В киберспорте используется такая сетка, знаете, венера и лузера. То есть ты в венерах имеешь право на ошибку, в лузерах уже нет. Они бились за свое выживание на этом турнире там сразу после окончания группового этапа. И они одержали эту победу. Это великолепный триумф воли. Вот это то самые андердоги, аутсайдеры, это здесь. И это был второй момент за одну неделю, когда я понял, насколько мощная эмоция может дарить киберспорт. У нас немножко прыгает изображение, из-за этого вы используете. Это винтовка из Counter-Strike. АВП. Снайперская винтовка, с которой делают очень много классных офигенных хайлайтов. Это one shot, one kill. А это скин на винтовку Азимов. Вот она так выглядит в игре. Этот скин по разным, разные его модификации, стоит от 2 до 10, иногда там 25-30 тысяч рублей. То есть представьте, ты не станешь стрелять точнее, ты не будешь стрелять быстрее, или у тебя будет больше патрон. Она просто по-другому выглядит. Вот такой вот желтая, оранжево-белая раскраска с черной рукояткой. За эту винтовку люди выкладывают вполне себе реальные деньги. И, например, у нас есть в компании один парень, Марат, и вот когда мы играем с ним вместе, я роняю эту винтовку, Марат ее подбирает, потому что у нее такой скин. Для него это действительно важно. Марат в зале, я помню про это каждый раз, когда мы об этом говорим. Для многих людей, которые играют в Counter-Strike каждый день, эта винтовка невероятно важна. Вокруг у нее сформировались свои собственные мифы, легенды, Азимов, Азимов, Азимов. Про это говорят. Это мечта там. Половины школьников, которые есть в нашей стране, мечтают именно о скине на Азиме, которую они не могут себе позволить купить. А в спорте есть история, которая связана с замечательными Джорданами. Я не знаю, насколько вы глубоко в это погружены, но это то, с чего начался Джордан как бренд в большом смысле этого слова. Майкл Джордан играл в этих кроссовках, несмотря на то, что NBA официально запретил ему выходить в них на паркет. Его штрафовали за каждый выход на матч. В денежном выражении его штрафовали на деньги, и этот штраф оплачивал Nike. И перед всеми матчами того сезона обсуждали, в каких кроссовках выйдет Майкл Джордан на матч. Не как он будет играть, не его статистические показатели, не передачи, не подборы, не очки. Обсуждали, в каких кроссовках он будет играть и сколько за это штрафа заплатит Nike. Так, миллионы, миллионы, натуральные миллионы мальчишек по всему миру мечтали, чтобы у них появились ровно такие кроссовки. А сейчас миллионы мальчишек мечтают о том, чтобы у них был скин Азимова. Это говорит вам о том, что для многих людей уже сейчас киберспорт намного круче спорта. Просто этих людей еще мало. Они молоды. Они очень раскиданы по всему миру. Они еще не знают, чего они до конца хотят. У них еще не выросли дети, которым они могут рассказывать истории, как про Андрея Шевченко, или которым мы можем рассказывать про великую игру Артема Дзюба на чемпионат мира в Москве. В мире по разным оценкам можно до 350 миллионов человек считать любителями и фанатами киберспорта. Мы к этим цифрам немножко относимся по-другому. Работаем в индустрии. Мы знаем, кто действительно фанат, кто к этому просто иногда относится, а кто не обращает на это никакого внимания и просто отвечает в вопросах на это. Для многих людей в мире, это десятки миллионов человек, прямо сейчас киберспорт уже круче спорта. У киберспорта пока еще нет журналистов, которые мифологизируют спортсменов, создают классные истории, которые связаны с киберспортом, рассказывают о их героической борьбе, великих камбэках или почему вам нужно носить те же самые кроссовки, которые носят тот самый симпл, про которого я говорил. Один из таких китов, на которых базируется киберспорт с точки зрения инвестора и бизнеса, это один маленькая строчка в одном из отчетов компании Ньюзу, если не ошибаюсь, где сказано, что в Америке в возрасте до 35 лет киберспорт по популярности уже обошел американский футбол, национальный вид спорта в Америке. Это говорит о том, что киберспорт рано или поздно, он займет свое очень большое место на мировой сцене, на рынке, это будет привлекать все больше и больше рекламодателей. Но по-настоящему он станет круче только тогда, когда эта аудитория вырастет. По большому счету киберспорту как индустрии и как такому хорошему зрелищу 5-6 лет. То есть за 5-6 лет он прошел гигантский путь, который другие традиционно известные виды спорта проходят не то же десятилетиями, а столетиями. Они переживали кризисы, они возрождались, как NBA, их стоимость условных клубов вырастала до миллиардов долларов. А киберспорт только в самом начале этого пути, имея уже огромное количество фанатов. Просто помните о том, что действительно есть очень много людей, для которых он уже важнее, чем спорт. Их не интересует матч Уфа-Амкар с огромным уважением к этим командам. Они хотят смотреть 90 минут, как они играют в футбол. В киберспорте намного больше интенсивность событий. За одну карту, например, в условной доте, может пройти порядка 30 классных, очень красочных и эпичных драк, в которых летит какая-то фигня, никто не понимает, что происходит, но обычно кто-то побеждает. Он намного более интенсивен. Он бесплатен и интернационален. Киберспорт, крупнейшие дисциплины в киберспорте, принадлежат вполне себе конкретным американским компаниям, которые относятся к нему как к инструменту удержания своей аудитории, создания такой своеобразной лояльной фан-базы. А футбол, например, не принадлежит никому. Или условный баскетбол, есть одна лига в мире, куда стекаются все лучшие таланты. Из-за того, что киберспорт, у него есть конкретные владельцы, у каждой дисциплины, они относятся к этому немного более трепетно. Они вкладывают в это чуть больше денег. Они действительно взаимодействуют напрямую с своей аудиторией, общаясь через экраны монитора напрямую с каждым из этих пользователей. Если говорить про то, когда действительно ты начинаешь думать, что киберспорт круче ли чем спорт или нет, у меня есть партнер по бизнесу, который недавно, знаете, рассказал очень трогательную и хорошую историю, которой я хотел бы завершить свое выступление. Он сказал, что его сын пришел к нему домой и сказал, что папа, меня позвали на день рождения в самый классный компьютерный клуб в Москве, в Винстрайк-арену, с владельцем которого его отец и является. И тогда тот самый мужчина, который был очень скептически настроен, когда мы только начинали переговоры о создании Винстрайка, понял, что походу догоняет там, где не ждали. Для его сына, не знаю, хорошо это или плохо, но для него уже киберспорт немножко важнее, чем традиционный спорт. И я верю в то, что в ближайшие 5, 10, 15, 20 лет эта тенденция только будет сохраняться. Для многих из нас, для тех, кто любит Counter-Strike, любит Dota, League of Legends, будет ли это Overwatch или Call of Duty. Уже сейчас киберспорт круче, чем спорт. И эту тенденцию, к ней нужно нормально относиться, не нужно ее бояться, нужно просто это принять и быть на этой волне. Я надеюсь, сегодняшняя конференция вам в этом поможет. А вам спасибо за то, что вы слышали. Спасибо. Это был Ярослав Камков. Спасибо. Спасибо.